96 рублей за доллар, 106 рублей за евро. Курсы иностранных валют по отношению к рублю в этом октябре выросли уже больше, чем на 10%, констатируют федеральные экономисты. И многие из них предрекают, то ли еще будет. К Новому году мировая валюта взлетит до 100 рублей и выше. На фоне таких прогнозов многие спешат закупиться серо-зелеными банкнотами. Но местные специалисты советуют не суетиться. Исключить его как 100 и выше нельзя. Но и сильно укрепляться он тоже не будет. Насколько я знаю, консенсус прогноза до контакта года это где-то уровень от 90 до 96. В то же время барнаульский экономист не ожидает быстрой перестройки мировой финансовой системы и отказа от доллара, как планируют страны-участники БРИКС. Они по-прежнему готовят реформу по созданию новой валюты. Эксперт признает, между Россией и дружественными с ней странами все больше расчетов в национальных валютах. Так происходит, к примеру, в 90% сделок с Китаем. Но с другими странами без сложностей не обходится. С Индией, допустим, это уже проблемы создает. Потому что продать-то мы продадим, рупии они нам дадут. А что нам с этими рупиями потом делать, не очень понятно. Потому что перечень товаров, которые Индия может поставить, он крайне ограничен. Сегодняшние глобальные экономические процессы, говорят эксперты, сплошная турбулентность. А она так или иначе влияет на цены, а цены на каждого из нас. На вопрос, как сохранить сбережения, у обывателей ответы разноплановые. Вы их храните в рублях или в валюте? В рублях. А почему в рублях? Ну, пока вклад есть только. Надо яйца в разных корзинах хранить, я так понимаю. Ну, это доллары, евро. Ну, сейчас модно в китайских. Я считаю, надо распределять и в иностранной валюте, и в нашей валюте. Возможно, даже в криптовалюте можно хранить. Будущее за той валютой, которая будет, правда, подкреплена, например, золотом или серебром. Чтобы у нее была какая-то реальная ценность, а не только фиктивная бумага. Однозначного ответа о сохранении денег не дает и эксперт. На курсы валют влияет целый ряд внешних и внутренних факторов. Непредсказуемость развития ситуации. Однако барнаульский экономист убежден, для экономики нашей страны большее значение сегодня имеют не колебания валют, а процентные ставки по кредитам. Они, по мнению специалиста, уже чрезмерно завышены и могут снова подрасти. Центробанк допускает повышение ключевой ставки 25 октября. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.